Франко. Жизнерадостная и веселая. Любящая хорошо пошутить и круто подраться. Все невзгоды и печали она встречает беззаботной улыбкой, как будто они ее не касаются. Но так ли она проста на самом деле? Или за ее легкой улыбкой скрывается нечто большее? Об этом мы сегодня и поговорим. С вами как всегда Ультраст, благодарю за вдохновение на создание данного видео, Плюм. Франко относится к Рассе Вульпа, если в простонародье зверолюд-лисица. За почти три года боевого опыта в рядах организации Black Steel успела многократно подвергнуться ужасной опасности, ибо жизнь наемника явно не сахар. И тем не менее, лисичка очень серьезно продвинулась по карьерной лестнице и стала доверенным лицом важной шишки организации, доктора Лангфэллоу. Доктора есть везде, а не только в Родос-Айленде, ибо при такой грязной работе риск заражения крайне велик. Официально подразделение Black Steel, в котором работает Франко, называется «Штаб реагирования на биохимическую угрозу», и ее работа заключается в защите сотрудников от биохимических угроз, в первую очередь от ариопатии. Работа сложная и требует большой выдержки, что не очень походит на образ весельчака и балагура, какой она пытается казаться. Пару слов о самой организации Black Steel Worldwide. Да, именно Worldwide вторым словом, но как правило его не упоминают. По сути, это частная военная компания, базирующаяся в Колумбии. Black Steel была основана ветеранами, давным-давно участвующим в войне Колумбии за независимость против Виктории. Да, в Аркнайтс у местного США, то бишь Колумбии, была собственная война за независимость с местной Великобританией, то бишь Викторией. Долгое время Black Steel служили наемниками, работая на правительство Колумбии и других корпораций. Однако после инцидента на шахте в Бероне, Black Steel постепенно преобразовалась из государственного предприятия в частную компанию. В данный момент активно работает по всему миру и встревает в военные конфликты с завидной периодичностью. За годы работы Франко получила большой опыт в сфере защиты высокопоставленных лиц, боевых операций и рейдов. Также из известных нам операторов к Black Steel относятся Джессика, Лискарм и Ванила. Именно с Лискарм наша Лисичка смогла поладить, хоть и всячески пытается это отрицать, называя Виверну Дефендера нянькой и постоянно стараясь над ней подшучивать. Несмотря ни на что, Лискарм очень сильно предана Франке и постоянно старается ее опекать, считая Лисичку безалаберной и безответственной. Джессика считает Франку примером для подражания, за открытость и храбрость, и втайне надеется стать однажды такой же. Но, как правило, не сильно часто пересекается с ней, ибо инструктором и наставником Джессики по стрельбе является Лискарм. Да, Дефендер учит снайпера стрельбе. Иронично. А вот несчастной деревенской дурочке Ваниля достается по полной от Франки, ибо та использует излюбленный метод тренировок в Колумбии среди военных и наемников. Издевательство и унижение. Прямо как в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Бедная Ванила всего лишь стажер, и неудивительно, что альтернатив у нее нет. Франка достаточно вольно трактует правила организации, из-за чего для стажерки они становятся еще более строгими. Боевой стиль Франки состоит в следующем. Используя кинжалы и рапиры, она старается нанести максимальный урон жертве. Как правило, она старается нападать на бронированных противников, используя термоклинок. По слухам, он может разогреваться до температуры в 2500 градусов по Цельсию. Но даже так, это всего лишь физический урон, пусть усиленный таким особенным способом. При этом, на поле боя Лисичка старается выставить себя максимально безобидной для нанесения подлого удара. Но поскольку она часто подвергает себя реальной опасности, ей в помощь поставили Дефендера. В конце концов, с Лискарм она смогла сработаться и найти общий язык. Лискарм знает свое место и видит ситуацию целиком, тем самым не давая разгуляться буйные лисицы. Как же Франка попала в Родос Айленд? Некоторое время назад, она выполняла миссию в городе Айронфордж. Ситуация была непростая, к тому же верный напарник Лисички, Лискарм, получила ранение на предыдущей миссии в Колумбийском Южном Лису. И не могла поддерживать Франку в этот раз. В напарники ей назначили некого Бэкмана, Дефендера, не представленного нигде ранее. Во время прогулки по разрушенному зданию, Бэкман провалился на нижний этаж и оказался в окружении вооруженных военных. Франка кинулась ему на помощь и смогла защитить. Парень отделался сломанной ногой, а нападающие – смертью. Но когда Лисичка помогала выбраться к Олеге, произошел взрыв Ориджиманного Кристалла, и Франка как следует надышалась его пылью, ибо в пылу сражения ее защитное снаряжение было уничтожено. Парень очень сильно кринжанул, мотивируя, что «если бы Лискарм была за место меня, этого бы не произошло». И по сути, он был прав. Когда несчастная пара все-таки выбралась наружу, оказалось, что в Айронфордже также были дела и урода с Айленда. Они оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Разумеется, такой неприятный инцидент привел к весьма логичному заражению ариопатией. При знакомстве с безымянной операторкой Родоса, Франка и узнала о новомодных методах извлечения прямиком из лаборатории чудодейственного докуты. Несмотря на ужасную новость, Франка приняла факт своего заражения стоически, не устраивая истерик и сцен. Ей было неприятно заразиться, быть отверженной и загненной в угол правилами мира. Но еще неприятнее ей было говорить с Лискаром о произошедшем. А потому, едва вернувшись в Блэк Стил, она сразу же обратилась к своему непосредственному начальнику, доктору Лангфеллоу. Дело в том, что у организации Блэк Стил есть ряд правил по работе с зараженными и звучат они так. Зараженным запрещено объединяться с другими незараженными для каких-либо боевых операций и миссий с высокой степенью риска. Сотрудники с легкой стадией заражения могут объединиться с незараженными, но они должны сначала запросить разрешение у последних. Во время выполнения совместных миссий зараженные операторы оказываются в непосредственном подчинении у незараженных. Инфицированные в среднем стазии запрещено присоединяться к каким-либо командным операциям, но им разрешено выполнять одиночные миссии. С тяжелобольными зараженными сразу же расторгают контракт, но они получают приличное выходное пособие. Всем зараженным, которые еще могут работать, будет оказываться медицинская помощь в Блэк Стил. Да, сами сотрудники практически сразу начнут относиться к зараженному как к мусору и перестанут воспринимать его как равного. В лучшем случае его начнут использовать как пушечное мясо для отвлечения внимания. Да и выходное пособие не сможет никак помочь несчастному, а пункт про лечение Блэк Стил еще больше привязывает сотрудника. Звучит несколько дискриминационно, но на деле это условия практически одни из самых лучших, что можно найти на рынке труда терры. Доктору Лангфеллоу совершенно не хотелось терять опытного сотрудника, и потому она скрыла факт заражения, поскольку оно было лишь на легкой стадии. Сама Франка тоже не горела желанием трепаться об этом налево-направо, и потому сразу же обратилась с прошением отправиться в Родос Айлен. Доктор Лангфеллоу не хотела лишаться Франки и потерять влияние вместе с ее уходом, а посему не сильно обрадовалась этому. Франке пришлось лично убеждать начальницу, щедро сдабривая ситуацию научными выкладками, наработками Родоса, и потому старушка сдалась. Между Блэк Стил и Родосом было организовано сотрудничество по части оказания медицинской помощи зараженным ариопатией сотрудникам. Правда взамен эти зараженные должны были участвовать в операциях Родос Айленда и оказывать консультационные и охранные услуги. Таким образом Франка, ее стажер Ванилла и младшая подчиненная Джессика отправились в Родос. Остальные не были заражены, но поскольку они из одного отряда, их решили не делить. Франка ничего не рассказала о заражении Лискарм и даже ушла не попрощавшись. Ей было и без того тошно от этой ситуации и совершенно не хотелось ее усложнять. Но по итогу Лискарм узнала обо всем и закатила истерику по приезду в Родос. Сама же Франка также внешне показала сильное раздражение, надеясь хоть немного побыть вдали от няньки. При временном присоединении к организации Докуты весьма честно указала всю необходимую информацию, из-за чего уровень доверия к ней был повышен. Довольно быстро влилась в коллектив и стала практически полноправным членом Родоса. Но от своей привычки устраивать гнусные розыгрыши не избавилась и продолжает троллить и врагов, и союзников. Конечно, в первую очередь достается Лискарм, а та, судя по мазохистским скиллам, и рада. Участвовала при первом контакте Родоса и Лангмена после событий в Чернобоге. Вместе с Лискарм активно оказывала поддержку при подавлении выступлений зараженных и поиски сестры командира Реуниона Скалшаттера, Миши. Там, вместе с Лискарм, они убили довольно много кастеров, и их слаженная работа была очень высоко оценена. Не смогла антиобщий язык с оператором Пингвин Логистик, Эксией. Ради шутки пообещала при близкой смерти подползти к нашей болтливой латеранке поближе. В случае с зараженными это весьма дронная шутка, ибо больные риопатии после смерти взрываются. Именно поэтому их так сильно ненавидят в обществе, и слышать подобную угрозу от сотрудника отряда биохимической защиты, это как от венеролога услышать угрозу заражения сифилисом. Странно. После того, как Реунион забрал Мишу, кинулись в преследование, дабы и на себе иному воссоединению слишком затянуться. В весьма издевательской манере устроили охоту членов Реуниона. Из-за постоянных шуток и каламбуров в китайском комьюнити стали известны как Сян Шэн Команда Блэк Стилл. Сян Шэн – это жанр китайских юмористических выступлений, в котором есть два юмориста, и они либо друга дополняют, либо резко контрастируют. Коколейник из Таянов из Городка Айлии, Бандурин и Вашуков из Цирка Петросяна. Думаю, теперь вы поняли их отношение к миссии и к оппонентам. Но мы что-то ответились. По итогу, ситуация была решена, но если быть честным, в данном конфликте их роль была весьма второго плана. В рамках экранизации второй и третьей главы сюжета нам точно не стоит надеяться на серьезное внимание к Франке и ее подруге. Если экранизировать будут основной сюжет, естественно. Подруги засветились и в сюжете коллаба с Rainbow Six Siege, также известной как Origium Dust. Конфликт разгорелся в семье Эмира, который хотел узурпировать власть своей сестры. Франка и ее подруга оказались тянуты в этот конфликт, но их роль опять-таки была незначительна. Тем не менее, на наших глазах Франка наконец-то совершила ответственный поступок, как специалист по заражению ариопатией. Когда один молодой человек своим магическим выкрутасами обострил свою болезнь и умер, он начал распадаться и готовиться к взрыву. Франка моментально, качественно и эффективно обезопасила зону от заражения. Она действовала крайне профессионально, что полностью контрастировало с ее фривольным поведением в обычных условиях. Когда на вопрос противодействия заражению, она отвечала «Ну не знаю, можете почистить зубы?» Она так отвечала не потому, что она безалаберная или дура, а потому, что ее спросил докуто, который и так должен был это сам знать. Но даже если он не знает, это была праздная беседа в тепличных условиях, и она не стоила серьезного внимания. Несмотря на странное поведение с троллингом и показной безалаберностью, периодическими пранками, берегов она не попутывает и всегда знает, где остановиться. Очень беспокоится Алискаром, не давая той накручивать себя и срываться на подчиненных из-за болезни нашей лисички. Даже издевались над ванилой, ставят себе цель сделать ту сильнее. Франко была недовольна, когда однажды Лискарм вырубил электрошокера ванилу, чтобы та не услышала важный разговор. Кстати, об электрошокерах. После использования способностей Лискарм становится временно недееспособной, и потому ей нужно передохнуть. Именно в это время Франко старается как-то гнусно над ней подшутить. Так сказать, когда добыча слаба и беспомощна. Ну вы понимаете, о чем я. Сам доктор в лицо называет Франку фриком, что крайне не похоже на нашего милого докута. После всех пережитых ситуаций, в Родосе весьма слабо ассоциирует себя с Black Steel и скорее считает себя оперативником Родос Айленд. По сути, Франко сама выбрала этот способ коммуникации с окружающим миром через маску клоуна. Ей так удобно, и все окружающие уже привыкли. И тем не менее, она может чувствовать. И хоть ее слова могут идти в одном направлении, поступки Франки всегда идут от самого сердца. Вот такой персонаж получилась эта Франко. Большое спасибо за вдохновение на создание данного видео Плюм. Я бы сказал под конец не будьте как Франко, но она неплохая, и я так говорить не буду. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в Дискорд. Это отличный способ поддержать выход уникального для русскоязычного Ютуба контента. До новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok